У нас безопаснее воровать вагонами. Это шуточное высказывание, популярное среди казахстанцев, похоже, становится реальностью. О том, что правоохранительные органы не могут найти и вернуть в страну вывезенные миллионы, признался сам генеральный прокурор. По информации Жакипа Асанова, только по расследуемым уголовным делам за 10 лет из Казахстана было выведено 10 миллиардов долларов США. Пока следствие занималось допросами и другими вещами, кассиры бывшего Акима Траусской области перевели за границы украденные полмиллиарда долларов и вместе с ними сбежали в Австрию, в Англию и спокойно там живут. Казахстанпром закупал по немыслимой цене серную кислоту у офшора. Но в реальности всю эту маржу 70 миллионов долларов прикарманил вице-президент нацкомпании Турсумбаев. Сейчас он прячется в Канаде. Олимбетов обманул дольщиков в Астане на 5,5 миллионов долларов и сбежал за рубеж. На протяжении трех месяцев с момента возбуждения уголовного дела на его зарубежные счета продолжали переводиться деньги из Казахстана. А следствие об этом даже и не подозревало. Владелец группы строительных компаний «Азбука жилья» экс-депутат парламента Ярканат Тайжанов сбежал из страны, прихватив с собой деньги дольщиков. Он задержан и ожидает экстрадиции в Австрии. А в Астане идут суды по возврату имущества компаний гражданам, вложившим свои кровно заработанные в строительство жилья в столице. Мелочь возвращают и в прямом, и в переносном смысле. В своем выступлении генеральный прокурор не рассказал, как продвигаются дела по деньгам, вывезенным бывшим главой Комитета национальной безопасности, ныне покойным Рахатом Алиевым, банкиром Мухтаром Аблязовым, экс-главой Фонда обязательного медицинского страхования Талабкером Иманбаевым. Особого внимания заслуживает экс-аким Алматы Виктор Храпунов, чье имя всплыло в связи с президентской предвыборной гонкой в США. К сожалению, я должен отметить, что страны, где прячутся наши мошенники, они хорошо знают, что мы их ищем, они проводят собственные расследования. К сожалению, очень редко такие дела заканчиваются какими-то результатами. Иногда возникает такое ощущение, что как будто и рады им. Они ведь не с пустыми руками приезжают. Теперь в расследовании финансовых преступлений, связанных с возвратом активов в страну, казахстанским специалистам помогут иностранные эксперты. Из числа выпускников стипендии Балашах подготовлены 10 национальных тренеров, которые будут обучать местных следователей международным стандартам расследования дел по отмыванию денег. И может быть, после того, как правоохранительные органы будут готовы вести подобные дела, у казахстанцев появится хоть какая-то надежда на возврат ворованных денег, вывезенных из страны. Айнур Коскин, организатор спанов, «Настоящее время».